Здравствуйте, меня зовут Ольга Журавлёва. У нас в гостях музыкальный критик, журналист Артемий Троицкий. Здравствуйте, Артемий. Добрый вечер. Вы, как житель Прибалтики и многодетный отец, должны прокомментировать следующую историю. Президент Латвии подписал поправки в законодательство, предусматривающее постепенный перевод школьного обучения на латышский язык. Соответствующие документы опубликованы в понедельник в официальном издании страны. Это та самая история с русскоязычными школами, которая закончится, в общем, довольно быстро. Да, это очень тяжелая тема, которая дискутируется уже очень много лет, аргументы есть у всех сторон. У латышей и эстонцев аргументы, в общем-то, очень понятные. То есть, если вы живете в стране Латвии, или Эстонии, или Литве, или, не знаю, Белоруссии и так далее, то вы, естественно, должны знать государственный язык этой страны, иначе вы будете не совсем полноценными гражданами. Для того, чтобы вы знали язык этой страны, естественно, вам нужно его учить. Далее встает вопрос, где и как его учить. На этот вопрос ответа практически нет, потому что сейчас я хуже знаю ситуацию в Латвии, разумеется, в Эстонии я знаю очень хорошо. В Эстонии имеется большое количество русских школ, и в Таллине, я уже не говорю о Нарве, и преподавание эстонского языка там поставлено очень плохо. То есть, до сих пор, вот прошло, я не знаю, сколько лет, скажем, и с 91-го года, не говоря уже с 39-го года, когда русский язык активно внедрился в эти области, до сих пор не выработано какой-то серьезной, эффективной методики преподавания эстонского языка русским людям. И, в общем-то, русские по-эстонски говорят не очень хорошо, если только они как-то очень активно не занимаются этим сами, то есть уже какое-то самоучение, частные учителя-репетиторы и так далее, ну и, естественно, языковые способности. В этом случае, естественно, получаются русские, которые очень даже же неплохо шпарят на государственном языке, но к большинству это никак не относится, потому что учат языки плохо. Соответственно, возникает желание применить в этом деле шоковую терапию. Ах так, значит, не учите вы государственные языки, ну так будете тогда это делать по принципу, мы вас бросаем в холодную воду, а там уже выкарабкиваетесь как хотите. Вот это, естественно, жестоко, это, естественно, несправедливо, но, тем не менее, как я уже сказал, аргумент есть. У россиян, у русскоязычных людей все аргументы, они такого, скорее, гуманитарного плана, то есть как же так, вы не заботитесь о детях, как же вот они останутся без русского языка, им будет сложно изучать остальные предметы, если там не математика, и физика, и химия, все будет на эстонском, на латышском и так далее, они вообще выйдут из школы недообразованными и так далее. В общем, тоже вполне их можно понять. Как эту проблему решать, я не знаю вообще. То есть, когда мы приехали в Эстонию, я сначала отдал старшего сына Ивана в русскую школу, тут же убедился в том, что, ну, с одной стороны, школа абсолютно совковая, при том, что считается лучшая русская школа в Таллине, там ля-ля, учатся там все дети из российского посольства, абсолютно совковая школа и очень-очень слабое, вялое преподавание эстонского языка, на что мы рассчитывали, ну, имея в виду перспективу, скажем, биологический факультет Тартусского университета или что-нибудь там еще такое. Для этого как раз хорошо бы с первого класса изучать. Да, да, и мы его перевели в другую школу, где, в общем-то, как-то это все поставлено лучше. Вот, но вообще эта проблема, эта проблема тяжелая, и надо ее решать, как мне кажется, в первую очередь, учитывая интересы будущего детей. Для будущего детей, я считаю, знание вот местного, главного государственного языка очень важно. Пусть, в конце концов, обучение русскому возьмет на себя семья, все-таки люди, я надеюсь, грамотные, не крепостные крестьяне, а государственный язык, я считаю, что надо, надо ему обучать максимально серьезно. Ну вот в комментариях говорит президент, что дети и в дальнейшем будут иметь возможность осваивать учебные предметы, связанные с культурой нацменьшинств, сохранять свои корни, а также осваивать значительную часть предметов в основной и начальной школе на родном языке. То есть, вот как раз резкого перехода никто не предлагает, чтобы с завтрашнего дня вся физика была переведена на латышский язык. Ну, тем не менее, в Эстонии это уже есть. То есть, Эстония в этом смысле, судя по всему, Латвия уже и передела. Ну как, если русские школы существуют, значит, еще не все. Существуют русские школы, но эти школы тоже постепенно переводятся на эстонский язык. Я уже не помню, сколько там. По-моему, в старших классах 60% обучения уже идет на эстонском языке в русских школах. Я просто слышала, что люди, которые в советское время по Советскому Союзу много путешествовали, например, с военнослужащими родителями, сталкивались с такой проблемой, что, например, в силу того, что учились в это время в другой республике, то физику и химию знали, например, только на украинском языке. Но никто как-то особенно по этому поводу не переживал, каждый справлялся как мог. Поэтому вот был такой подход. А у нас, насколько я знаю, была недавняя история с татарским языком и с преподаванием местных языков в республиках. А здесь, как вы считаете, какой правильный подход? Понятно, что, конечно, если люди будут хорошо знать русский язык, то им будет проще поступить в вузы в России. Но местный язык от этого пострадает? Ну, опять же, я думаю, что, если говорить о ситуации в Татарстане, на мой взгляд, скажем, часть предметов, скажем, особенно гуманитарные предметы, я не знаю, литература и так далее, там должна, я думаю, преподаваться татарская литература, история татарского народа и так далее, вот это все вполне может идти на татарском языке. Вот. Плюс изучение татарского языка в семьях. Плюс, я думаю, что раз уж вы живете в Татарстане, то даже если вы ходите в русскую школу, там обязательно в качестве второго или третьего языка должен преподаваться татарский. — Владимир Путин в свое время сказал, что нет смысла изучать язык, который не является государственным и, к тому же, не твой родной. — Ну, а в Эстонии и Латвии это язык хоть не родной, но государственный. Вот так что смысл есть, даже согласно Владимиру Путину. — Замечательно. Еще про международные всевозможные события. Да, кстати, я забыла спросить, а элемент русофобии присутствует вот в этих языковых войнах, как вам кажется? Ну, недолюбливание русского языка, что называется? — Нет, элемент недолюбливания присутствует и очень так густапсово, я бы сказал, и с обеих сторон. То есть русские не сильно любят эстонцев и латышей, эстонцы и латыши... — Но живут при этом в Эстонии и Латвии. — Но живут при этом в Эстонии и Латвии, вот, и никуда оттуда уезжать не хотят. При том, что имеются какие-то программы при российских посольствах, программы репатриации. Пожалуйста, ребята, мы вам и деньги подъемные дадим, и красную дорожку расстелим. Добро пожаловать к нам, ну, там, естественно, не в Москву их сразу будут заселять, но в какие-то там областные центры и так далее. Нет, на эту программу никто не реагирует. Вот, но при этом местные нравы и обычаи хают как могут. — Ну, а действительно притесняют русских? Вот вас, как русского, подозревают в том, что вы кого-нибудь отравите? — Меня, как русского, никогда ни в чем не подозревали, поскольку знаю, что я нормальный человек. И что в КГБ не служил, и в армии не стрелял, и путинистом не являюсь. Поэтому к нормальным людям там нормальные отношения. — То есть детей на улице не дразнят? — К тем, кто мечтает о возвращении Советского Союза и лелеет портрет Сталина, вот к этим людям там отношения не вполне нормальные, я считаю, абсолютно по заслугам. — Детей на улице не дразнят? Дети не дерутся по признаку принадлежности к тому или другому народу? — Может, где-то и дерутся? Я такого не наблюдаю. — Ваших детей не обижают? Я об этом? — Да нет, абсолютно. У меня вообще, у меня дочь младшая учится в русско-эстонской школе. Половина класса русские дети, половина класса эстонские дети. Все друг с другом дружат. Все прекрасно. — Отравлением, или я уж не знаю, не отравлением Скрипаля, она продолжает развиваться. Мы, наверное, к ней перейдем после рекламы. И переходим, наконец, к этой истории в Англии. Как вам кажется, справедливы ли упреки в сторону России? Кто же все-таки отравил и отравил ли вообще? — Да, вот вчера, кстати, отмечалось 25-летие новой газеты. Тут, не вдалеке от вас, на улице Новый Арбат. Я там был со своим другом Сашей близким, и мы поспорили. Поспорили с ним так довольно основательно и резко по поводу дела Скрипаля как раз. Причем интересно, что в двух пунктах мы с ним полностью согласились. Пункт первый, что реакция западных стран, и, естественно, в первую очередь Великобритании, на отравление, причем, заметим, еще нелетальное Скрипаля, оно чрезмерное. И пункт второй — это то, что Владимир Путин и его деревянные солдатики достали цивилизованный мир. Достали, ну, как говорится в простонародье, задолбали. Задолбали, и, соответственно, вот эта вот история со Скрипалем, она стала чем-то вроде последней капли или соломинки, которая сломала хребет верблюду. То есть в течение довольно многих лет все выкрутасы нашей внешней политики, Англия, Америка и так далее, терпели. То есть они там что-то подвякивали, что-то там шебуршились, какие-то ноты писали, но все равно. Значит, напали на Грузию, аннексировали Южную Осетию, Абхазию. Запад съел, сбили самолет, опять же ограничились не пойми чем. Если бы ответили бы адекватно тогда, то не было бы ни аннексии Крыма, ни интервенции на восток Украины, ни Сирии. А так все как-то сходило нашему режиму с рук, и, соответственно, они наглели все больше, а потом переломился этот хребет и полилась из кубка последняя капля. Соответственно, поспорили мы с Алипнистским только об одном, а именно, кто, собственно, нанес вред здоровью Скрипаля и его ребенка, были ли это наши или были ли это не наши. Сашка считает, что это сделали сами англичане. Аргумент его в том, что Путину это совершенно невыгодно. Я считаю, что, во-первых, англичанам это тоже не особо выгодно, во-вторых, что всякие дурные идиотские поступки нашей власти и так делали или санкционировали, достаточно вспомнить малазийский самолет, которые им были совершенно ни к чему катастрофически невыгодны, тем не менее оно происходило. Может, власть дурная. Но главный мой аргумент в пользу того, что это не англичане, заключается в том, что если предположить, что это на самом деле англичане, и что это дело каким-то образом выяснится, А выяснить, ну, я думаю, как-то можно. Там, в конце концов, имеются и независимые следователи, и цепкая пресса, которая может проводить свои журналистские расследования. Вдруг выясняется, что это сделала MI6 с, ведомо, Терезы Мэй. И все. Это означает, что вообще конец всей британской власти. Это стопроцентная отставка Терезы Мэй. Это отставки всех, как-то в этом деле, замешанных министров, начальников всех разведслужб и так далее. То есть это не Аман Тулеев, это демократическая страна. Там все летят тут же автоматически. Это, ну, в Румынии, знаете, какая была история? Парень по имени Виктор Понта, премьер-министр Румынии, после того, как там в клубе под названием «Коллектив» сгорело, так же, как в Кемера, 32 человека, ушел в отставку премьер-министр. Еще куча всяких министров, практически все правительство Румынии ушло в отставку. Так это Румыния, страна еще такая полуевропейская и с очень сомнительной репутацией в плане коррупции. А в Англии вообще бы там было все сметено могучим ураганом, если даже появились бы серьезные подозрения, что это на самом деле сделали англичане. Короче говоря, я, конечно, в это дело не верю. Не обязательно это все было сделано с санкции Кремля или лично Владимира Владимировича Путина. Может быть, что просто кто-то там в ФСБ или в ГРУ хотел выслужиться. Ну, а получилось, как всегда. Вот, то есть большой провал, большой скандал и так далее. Но почему вы думаете, что могли быть какие-нибудь, простите, спецслужбисты британские, которые сошли с ума и решили так вот поступить? То есть наши могли, они не могли. Нашние спецслужбисты, они более цивилизованные. У них вот был один спецслужбист по имени Джеймс Бонд, вот, который мог себе все позволить. Это киношка. Так он потому и стал мифическим таким полумультяшным персонажем. А так там, я думаю, там гораздо больше дисциплины в спецвойсках, чем у нас. Вот, и я думаю, что вообще сейчас Россия оказалась в этом смысле в очень тяжелом положении. То есть все, все надо делать теперь максимально осторожно. Потому что теперь вот всякую, значит, эту нашу ошибку, всякий косяк будет порождать очень бурную реакцию. Что бы там ни было. Там в Сирии вдруг произошла какая-то химическая атака, все, значит, это будет виновата Россия. Ну и так далее. Со сбитыми самолетами и прочее, прочее. В Сирии совершали косяки, в том числе с неоправданными обвинениями. Помните, там вот, там, то американцев обвиняли в том, что они там навыдумывали оружие, там, лещу. Да, да. И британцев обвиняли. Ну, Америка, Америка в этом списке, в этой очереди под достачей, она стоит второй. Но на первом месте, нет, ну, я думаю, точнее так, на первом месте в списке по тому, как вы нас задолбали, стоят мусульманские фанатики. На втором месте стоит Россия. На третьем месте стоит Америка. На четвертом месте вообще никто не стоит, потому что вот имеются вот эти вот три источника хороших новостей. Вот, поэтому, естественно, и американцы делают косяки, и британцы, и немцы, и французы, и все остальные. Но репутация у них хорошая. У них имеется еще большой кредит хорошей репутации. Кредит хорошей репутации России исчерпан. Все, ноль. То есть, может, у нас там еще есть какие-то миллиарды в золотовалютном запасе. Еще один поставщик хороших новостей специально для вас. Вот, но запасы уважения и доверия к России абсолютно нулевые. Надо прямо сказать, что виноват в этом лично товарищ Путин, товарищ Лавров и прочие мелкие и большие врунишки. Еще один джентльмен, про которого периодически вспоминают то с хорошими, то с не очень хорошими новостями, это господин Ким Чен Ын, который совсем недавно с Трампом чуть было не подрался, а потом вроде как со всеми опять начал дружить. И вот он посетил концерт с женой и сестрой, а также председателем Президиума Верховного Народного Собрания. Более 160 популярных южнокорейских артистов в Большом театре в столице Каэндэра, Пхеньяне. 1500 мест, полный аншлаг, в общем, красота. Ну что, подружится Корея теперь? Ну, музыка в стиле K-pop, то есть Korean pop, она сейчас достаточно популярна во всем мире. Музыка дурацкая, то есть я ее лично плохо перевариваю, но тем не менее она яркая, она веселая. И, ну, Ким Чен Ын, это вообще, это феноменальная личность, на самом деле. Все думали, какой-то просто жирный придурок, оказался умнейший, тончайший политик. То есть вот он вот обставил всех, и это совершенно точно. То есть он сначала припугнул весь мир, в первую очередь, Японию, Южную Корею и Америку своими баллистическими ядерными ракетами, а потом он вдруг еще там под фейерверки Олимпиады сообщил, что на самом деле он от всего этого может отказаться, что Северная Корея вообще перестанет быть ядерной державой, да ну вас нафиг проклятые ракеты. Вот, и это был очень эффективный, просто умнейший шантаж. Почему? Потому что Путин, кстати, тоже попробовал сделать движение в этом же стиле, но это, как говорится, куда конь с копытом, туда и рак с клешней. То есть у Путина это было послание Федеральному собранию от 1 марта. Крайне наглое, вызывающее, да мы вас всех раздавим, да все ваши оборонные усилия против нашего вюндерваффе, чудесного оружия, это ничто, да? И при этом для иллюстрации показал какие-то мультики, рассказал какие-то истории из области Жюль Верна 19 века, на которые весь мир, естественно, посмотрел в высшей степени иронично, с юмором и без всякого доверия. Не получился трюк у Путина совершенно, а у Ким Чен Ина получился на 100%. Потому что у него этих баллистических ракет, может, всего 3 или 4 штуки, против там 3 или 4 тысячи России и Америки. Зато эти ракеты реально летают. И все это видели, что да, эта ракета баллистическая, она взлетела и пролетела там 3,5 тысячи километров. И все. И против лома нет приема. Это вам не мультики. И я думаю, что, то есть, сейчас там идет процесс. У него и с Америкой, и с Южной Кореей, и с Китаем. И вот этот самый кей-поп, это как раз вполне в духе процесса стремительной разрядки между Северной Кореей и остальным миром. И он при этом, естественно, поставил несколько условий. То, что ему лично нужно. И я уверен, что все эти условия будут выполнены. А условия такие, это снятие санкций и гарантия существования данного режима. Весь мир вздохнет с облегчением. Пусть там они внутри своей Северной Кореи делают, что хотят. Зато они больше не представляют ни для кого угрозы. Слава тебе, Господи. Вот особенно, естественно, возрадуется Япония и Южная Корея. Почему с Россией такая штука не работает? А потому что у России имеются какие-то бредовые цели мирового господства. Вы Путина послушайте, что он там говорит о нашем великом особом пути мировой державности. Северная Корея в этом смысле ведет себя очень скромно. Я думаю, что они станут в результате страной такой типа Вьетнама. То есть там останется авторитарный или даже тоталитарный коммунистический режим, коммунистическая идеология, культ семьи Кимов. Но при этом будут там и всякие буржуазные прелести, и население перестанет голодать. И откроются курорты для иностранных туристов. Южный берег, Северная Корея. И все будет в полном порядке. А в положении Северной Кореи и нынешней останется Российская Федерация на всем ее большом протяжении. Александр Максимович, сегодня день рождения. Год Вашего рождения. 1824. А Россия считает, что он 197 лет. На самом деле больше. Ты представляешь, сколько ему? Ты представляешь ему? Скажи, сколько ему. 67. 75. Мальчик. Красавец. Поэтому он эту бутылку выдует за... Я бы тоже выдал. Но не претендую. Когда будет сейчас 75, тогда не будет. Спасибо. Какую-нибудь Северную Корею, которая потихоньку превращается в более или менее пригодную для жизни страну. Вот сейчас вот там это и будет. Нет, этот уин оказался просто, ну, фантастический политик. Я вообще не ожидал такого. И главное, как быстро он все это сделал. И какая точная последовательность действий. Сначала Южная Корея, Олимпиада, как бы опаньки. Потом, потом Трамп, который тут же просел и сестил, что у него Северная Корея, дикая головная боль. И все. И он... И поп. И все хорошо. И он их всех на крючок подловил. Суд арестовал на 15 суток организатора акции против свалки Волоколамский. Господи, как уже надоела эта метода борьбы со свалками при помощи арестов митингующих. И с пожарами также. И со Слудским также. Все, все, абсолютно одинаково. Как-то кончились... А со Слудским все. Дело закончено, забудьте, да? Нет, ну как, продолжается бойкотирование, продолжается пикетирование, продолжается... Ну, то есть со стороны, как бы, общественного состояния. А там внутри все в домике. То есть все. Нет, у нас не больше... Никаких больше разбирательств не будет. Какие разбирательства там? Никаких товарищеских судов. Я приняла решение, что нет причин к нему никаких претензий. Я читал стенограмму вот этого заседания комитета по этике. Да. Это потрясающе. Это точно, вот как из советских фильмов, сцена заседания товарищеского суда над алкоголиком Васей, которого там бедная жена обвиняет. Пришел, выпил, ребеночка побил. Ну что, ну, Вась, это хороший человек, Вась. Да ладно, да все в порядке. Да я больше не буду, да все... Ну, кайф. Просто вот по лексикону, по всему. Какие там убогие люди сидят в этой дуне. Это, это... Начало в 19.00. Возрастная категория... Представьте, невозможно. Реклама... Вот вопрос вам задает наш слушатель. Можно ли сказать, что общество проявило себя? Тулеев ушел в отставку. Общенациональный траур был объявлен. Получается, что на власть, вопреки всем слухам, еще можно давить. А мы сейчас еще вспомним, что есть еще несколько точек, где тоже зреет или уже прорывается народное давление и возмущение. Ну, я думаю, что тут могут быть как бы два таких пункта. Во-первых, власть у нас трусливая. Она примерно как... Ну, часто говорят, что власть у нас гопническая. Вот они ведут себя как гопники. То есть очень нагло, они тут хозяева, там типа все подвиньтесь. Но если им вдруг попадается на пути мастер спорта по самбо, или что еще в таком духе неожиданное, то они сливаются очень быстро. То есть, в принципе, они трусы. Они просто привыкли к непротивлению и безнаказанности. Если это не работает, то они вполне себе могут исчезнуть и отойти на заранее заготовленную позицию, а вообще пойти на попятную. Это соображение первое. Соображение второе. Конечно, случай в Кемерово, он исключительный, потому что это страшная трагедия, это дети, это эмоционально бьет вообще ниже пояса. И, конечно же, эта история, она, ну, мы-то понимаем, что она на самом деле политическая, поскольку это история про коррупцию. Но политического подтекста, скажем, вот в лозунгах и так далее нет. То есть я не видел, чтобы на митинге в Кемерово были лозунги «Долой воровскую власть», или «Россия будет свободной», или «Путин на дыбу». Но вообще было не до того митингу. Не было такого, вот, то есть это все шло на совершенно ином эмоциональном настрое. Поэтому я думаю, что в данном случае власти могли вполне прогнуться. Да, это дети, это святое, это трагедия, это не политика, и почему бы нет. Но все равно, конечно, косяков, как всегда, наделали очень много и проявили себя с самой ужасной стороны. В первую очередь Тулеев, который там сначала с кортежем, потом бузатеры, потом, извините, пожалуйста, Владимир Владимирович, у нас тут дети погорели и вас огорчили немного. Ну и замы его проявили в себя тоже. Да, да, да. Теперь, кстати, это новый губернатор. Все равно вот всего гадкого и противного было выдано очень много. И держался, конечно... Потом потянули сенаторы, депутаты. Нет, ну это да, про речь Мизулина я уже вообще не говорю, это совсем за гранью. Значит, естественно, Тулеев хватался за власть, судя по всему, до последнего. То есть, в принципе... Он давно уже хотел уйти в отставку. Его не пускала Родина. А, понятно. То есть, ему, естественно, надо было уходить в отставку немедленно. Он протянул целую неделю, по-видимому, значит, все-таки не хотел. С Путиным будет такая же история. Он тоже будет цепляться за власть до последнего. Но в случае Тулеева у него был начальник. Как раз по фамилии Путин, который, по всей видимости, ему и сказал. Аман там, как его по-батюшке, в общем-то, политически будет верно, если вы уйдете. И он скажет, ну, Владимир Владимирович, раз такое дело, ну, уйду. А Путину так никто не скажет, скорее всего. Поэтому, сколько времени он будет цепляться за... А кто ему намекнет? Все те же люди, которые стоят в противогазах в Волоколамске или еще где-то. Ну, если люди намекнут, то это, конечно, было бы лучше всего. Но что-то я боюсь, что людей в противогазах такое количество вряд ли найдется, наверное. Но было бы хорошо. А царедворцы свои, естественно, намекать ему не будут. Они будут говорить, вот вы и только вы. Only you. Прелестно. Скажите, а все-таки, как вам кажется, вот противоположная сторона, то есть вот то самое общество, оно чувствует какие-то изменения, какую-то силу, что не все бесполезно, что вот можно писать петиции, можно выходить на какие-то там, я не знаю, одиночные пикеты и хоть в чем-то, хоть в какой-то малости добиваться ответа? Я думаю, что ближайшее будущее покажет. То есть, в принципе, движение... Помните, когда появились дальнобойщики, тоже всем казалось, вот рабочая косточка, сейчас начнется. Да, дальнобойщиков, к сожалению, задальнобили. Вот, но вот в прошлом году, как мне кажется, началось какое-то движение, то есть вот все эти молодежные, во-первых, манифестации 26 марта, 12 июня и так далее, вот это может быть одна история, а вторая история, собственно, недовольные лояльные граждане, которых достали какие-то конкретные вещи, типа воню в воздухе, да. То есть, если вы живете в воздухе, которым дышать невозможно, то это все, потому что воздух, которым вы дышите, это и есть ваша среда обитания. Вот если большее количество граждан проникнется тем, что даже если принюхаться, то в воздухе ничего такого нет, отравляющего, но на самом деле это все отравленное. И дышим мы бог знает чем, вот если люди это поймут и выйдут на улицы не только в Волоколамске, но и во многих других местах, вот это может на власти как-то подействовать. Слушайте, я думаю, я думаю, что расстреливать большие демонстрации они не будут, вот, но вот эти вот именно, что большое количество, я думаю, их могут впечатлить. А вот если начнется расстреливать виновников, тут один из слушателей нам по интернету написал, представим ситуацию, вот сейчас в Кемерове сразу месяца через два, допустим, форсированного расследования, расстреляли бы человек 10 за халатность, и не надо было бы проверять торговые центры по всей стране. Популярный ведь взгляд? Думаю, что да, но по закону это невозможно. Я думаю, что будут сажать, наверняка в Кемерово посадят этих стрелочников энное количество, может быть, даже вплоть до какого-нибудь там вице-мэра. Но, ну, понятное дело, что это не будет решением проблемы, в том числе даже и для самих кемеровчан. А расстрелы были бы решением проблемы? Расстрелы, не дай бог, но это сильнодействующее средство. Лучше не давать таких советов и не задавать таких вопросов. Ну, мне просто казалось, что проверки пожарной безопасности нельзя заменить расстрелами. Может быть, я что-то не понимаю. Нет, нет. Но в этом смысле у тебя абсолютно права. Еще раз про гражданскую активность. Вот, казалось бы, да, общество как-то пытается надавить, а в ответ его тоже пытаются надавить. Возник вопрос об отмене выборной должности мэра города в Екатеринбурге. Начинается митинг, вот он сейчас уже идет, и, соответственно, Евгений Ройзман, который сейчас вот тот самый выборный мэр, в центре этого протеста. Ну, вот зачем трогать этого мэра? Вот вы можете понять? Который, кстати, не несет никаких особенных... Думаю, что не вовремя они это дело затеяли. Думаю, что в каких-то интеллектуальных центрах наших власти, в каком-то там этом президентском аппарате и так далее, не очень довольны, что сейчас там это происходит, потому что одновременно с Волоколамском и одновременно, разумеется, с кемеровским этим хоррором еще одна такая горячая точка в городе Екатеринбурге, это, конечно, нафиг не надо. Но, по всей видимости, не успели им дело запретить, или они уже заранее это все спланировали, и это будет происходить. Ну, история, естественно, предельно подлая, шитая белыми нитками. Они же вообще не выдвинули даже никаких аргументов, почему они хотят отменить выборы мэра города. Нет таких аргументов. Конкретно это сделано ради устранения одного человека по имени Евгения Ройзман, который им очень неудобен, потому что Ройзман, на самом деле, человек прекрасный, выдающийся, честный, харизматичный, отличный оратор, люди его очень любят и так далее. То есть это реальная альтернатива всей этой бездарной, тупой, омерзительной власти. И власть это прекрасно знает и очень это чувствует печенками. Поэтому им вот избавиться от этого раздражителя ужасно хочется. Но тут уже очень многое зависит от общества. То есть если люди придут в немалых количествах, если они докажут свою солидарность с Ройзманом, это было бы здорово. А Женя Ройзман вообще потрясающий совершенно человек, на мой взгляд. Вот кто бы, кстати, был бы отличным президентом. Просто очень хорошим. Он вчера, кстати, тоже был на 25-летии празднования «Новой газеты». Так что желаю ему счастья в борьбе и конечного успеха в этой самой борьбе. Ну, сам Ройзман как-то говорил, что он совершенно не готов к такой должности. И это не его ближайшая явно задача. Вам тут музыкальный вопрос задают. Слава Богу. Почему 100-тысячный концерт на Уэмбле в день 73-я Манделлы был возможен? И почему 10-тысячный концерт ДДТ, Аквариум и Алисы, этот поезд в огне, сегодня невозможен? Как вы считаете? Ну, я думаю, что очень важно почувствовать то, что называется zeitgeist, дух времени. В свое время солидарность, скажем, с теми же народами Африки, там же помимо Манделлы, там еще были гигантские концерты и акции в пользу голодающих в Эфиопии. До этого концерты солидарности с народом Бангаладеш и так далее. Это тогда было очень модно. Это было в духе времени. И я так думаю, что был бы концерт кино ДДТ Аквариума Алисы на 1988 году под лозунгами... Мы ждем перемен. Мы ждем перемен. Что в Кемерово, кстати, пели. Например, он бы легко собрал 100-тысячный стадион в Лужниках, и еще бы люди вокруг стояли. Сейчас это не в духе времени, поскольку люди разобщены, поскольку музыка не настолько сильна и актуальна, как была когда-то. Хотя я не исключаю, если был бы рэп-баттл между Оксимироном и кем-нибудь еще на политические темы, то в 2020-30 такой концерт собрал бы. Это Артемий Троицкий, журналист и музыкальный критик со своим особым мнением. Меня зовут Ольга Журавлева. Всем спасибо, всего доброго. Счастливо.